Музыка Музыка Чтобы подпитать Хизер ненавистью и заманить ее в Сайлент Хилл, где сила Олесы раскрылась бы в полной красе, Клавдия приказывает одному из членов культа убить Гарри Мэйсона, и ее план удался. В ответ Хизер убивает культиста, которого она видит как монстра, и вместе с Дугласом отправляется в Сайлент Хилл, чтобы отомстить Клавдии за смерть своего отца. Пока Хизер прощается с отцом перед поездкой в Сайлент Хилл, Дуглас получает от Винсента новое задание – передать Хизер карту и попросить ее найти Леонардо. Дуглас передает информацию и карту Хизер, сделав вид, что с Винсентом он до этого не был знаком. По дороге в Сайлент Хилл, Хизер рассказывает Дугласу о своем прошлом, о котором она узнала из дневника своего отца. Дуглас начинает осознавать, что культ его все это время использовал. Он проникается некой симпатией к Хизер и пытается ей помочь. Возможно, таким образом он хочет искупить свою вину за то, что стал причиной смерти ее отца, а также за то, что не смог в прошлом уберечь своего родного сына. В поисках Леонардо Хизер отправляется в госпиталь Брукхевен, но госпиталь уже давно заброшен, а все его пациенты уже мертвы. Но как мы знаем, Сайлент Хилл не обычный город, а сознания умерших здесь людей могут всячески проявляться в виде голосов и записок. Таким образом, мы можем видеть дневники мертвого Стэнли, который пытается добиться взаимной симпатии от Хизер, а также телефонный звонок из иного мира, от Леонардо Вульфа, из которого Хизер узнает, что он на самом деле является отцом Клауди. Но был и второй телефонный звонок от незнакомца, который поздравляет Хизер с днем рождения. На самом деле, этим незнакомцем является Винсент. Хоть он и пытается изменить свой голос, но это точно он, так как даже озвучивает его тот же самый актер. Он оставляет подарок для Хизер на первом этаже психбольницы. И в зависимости от того, что больше нравится Хизер причинять боль или испытывать ее, там будут или патроны, или аптечки. Скорее всего, дробовик в метро в подарочной упаковке – это тоже его работа. Попав в альтернативный госпиталь, Хизер часто видит некое существо по имени Валтиэль, который является хранителем Божьей Матери, а по совместительству любителем медсестер и вентилей. Но о нем мы поговорим немного позже. Через кровавый ритуал Хизер попадает к Леонарду, который уже тоже давно мертв и существует только в альтернативном мире госпиталя. Кстати, заметьте, как альтернативный госпиталь отражает внутренний мир Леонарда. Он весь в ярко-кровавых тонах. Здесь можно найти дневник с его предубеждениями, ритуальную казнь подвешенной жертвы, а также алтарь для проведения кровавого ритуала, сторонником которого был Леонард. Убив Леонарда, альтернативный мир исчезает, а Хизер находит печать Метатрона, которую Леонард держал при себе, считая, что она способна остановить рождение бога. Винсент считал так же, поэтому и послал Хизер добыть ее. Теперь уже сам Винсент направляет Хизер в парк развлечений Лейксайд, мотивируя это тем, что рядом с ним находится церковь культа, в которой обитает Клавдия. Также он говорит, что эту информацию ему передал Дуглас, опять врет. Дугласа он также направил в парк развлечений, чтобы остановить Клавдию, а при возможности и саму Хизер. Но в парке развлечений Дуглас не справляется со своей задачей. Он не смог остановить Клавдию, в результате чего получил перелом ноги. Причем до конца непонятно, как Клавдия умудрилась его покалечить. Возможно, она использовала свою особую силу, или же ей просто помог один из ее культистов. Тем временем Дуглас сам, или с подсказки Винсента, начинает понимать, что причиной всех кошмаров является сама Хизер. Но из-за своей привязанности к ней, он не смог остановить и ее. Может, убивать тебя здесь, это единственное способ, чтобы закончить этот сад. Да, ты может быть прав. Уже набрав достаточное количество ненависти, бог внутри Хизер начинает давать о себе знать. Личность Олесы, однажды уже настрадавшись от рождения бога, проявляется в ином мире и пытается убить Хизер, чтобы облегчить свои страдания. Но желание Хизер жить перевешивает. Винсент, видя неудачу Дугласа, приступает к плану Б, и пытается уговорить Хизер использовать печать Метатрона, чтобы остановить рождение бога, подсунув ей книгу с описанием его значимости. Но печать Метатрона в конечном итоге не срабатывает, и похоже, что вообще все это время она была пустой безделушкой. Ведь на самом деле, 17 лет назад не печать навредила богу, а Глоофотис. Винсент пытается доказать Клавдии, что она бревна в глазу не видит, и что тот рай, который она так желает, на самом деле является ужасным кошмаром. Но в споре с Клавдией получает ножом в спину. Клавдия вся в отца. А Хизер, вспомнив о кулоне, который подарил ей отец, проглатывает находящийся внутри Аглоофотис. Так как бог был еще в стадии зародыша, то он не разрывает Хизер, как когда-то Олесу, а просто выходит через ее рот. Увидев это, Клавдия проглатывает зародыш, и так как она тоже обладает особой силой, то ей все же удается родить бога, хоть и в очередной раз не до конца сформировавшегося. Этот бог очень сильно напоминает того самого демона из первой части Селанхил, только теперь уже с головой Олесы. Возможно, это связано с тем, что Клавдия до конца верила, что бог должен был выглядеть как Олеса. Хизеру удается победить бога, а дальше следует одна из двух концовок. Первая – это хэппи-энд. Хизер подавляет себе личность Олесы, и иной мир исчезает. Винсент и Клавдия мертвы, и Хизер считает, что теперь ей нечего бояться. И даже хочет вернуть свое старое имя – Шерилл. А Дуглас, возможно, станет для нее новым отцом. Вторая концовка называется «Одержимое». И наступает лишь в том случае, если на протяжении всей игры Хизер убивала большое количество монстров, увеличивая тем самым чувство агрессии. И при этом еще и получала много повреждений, увеличивая свои страдания. А также простила женщину за то, что та убила человека ради мести. В результате чего Хизер становится одержима ненавистью Олесы. И, вернувшись в парк, убивает раненого Дугласа. Что происходит дальше – неизвестно. Возможно, после этого весь Сайон Хилл опять погружается в бесконечный кошмар. Как и 17 лет назад. Ну и напоследок, давайте порассуждаем о том, кто же такой Валтиэль, и о роли Нимба Солнца в игре. В самой игре о Валтиэле нет никакой информации. В Лос Меморис разработчики назвали его Агентом Бога. Валтиэль носит традиционную ритуальную робу, а все его тело покрыто ожогами. Как будто после ритуала самосожжения. В Валтиэле можно частенько наблюдать за кручением некого красного вентиля. Как объяснили разработчики, этот вентиль олицетворяет круг реинкарнаций. То есть тот самый Нимб Солнца. При помощи которого мы можем сохраняться в игре. Из этого можно сделать выводы, что Валтиэль в ином мире постоянно следует за Святой Матерью. Следит за ее сохранностью и при необходимости оттаскивает ее бездыханное тело к Нимбу Солнца для возрождения. По ходу игры мы также видим куклу в инвалидном кресле, олицетворяющую Олессу. И тут же видим Валтиэля, который с последних сил удерживает эту куклу над пропастью, не давая ей упасть. В конце игры также можно наблюдать, как Валтиэль после рождения Бога накрывает его лицо. То есть Валтиэль выполняет роль ангела-хранителя Богоматери и Доктора Бога. В связи с этим некоторые фанаты считают, что Валтиэль это и есть Святой Николас, чудотворные руки Доктор Бога, который мог пожертвовать собой ради благой цели. А если внимательно посмотреть на картину с Николасом, то можно заметить на ней белый халат. Очень похожий на тот, в который одет Валтиэль. Кстати, похожую робу носил и Паранет Хэд во второй части игры. Почему мы видим Валтиэля в пикантных сценах с медсестрами, сказать сложно. Возможно, это из-за того, что он Доктор и неравнодушен к медицинскому персоналу. А возможно, все эти медсестры олицетворяют Лизу, медсестру из первой части игры, которая также заботилась об Олесе в секретной палате госпиталя Алхимила. Но после этого она всегда застряла в кошмаре Олесы и теперь не может оттуда выбраться. Само появление Валтиэля в мире Олесы можно связать с ее постоянным чтением литературы культа и, соответственно, верой в его существование. Оттуда же появилась и вера в силу нимба Солнца, который также является частью мира Олесы. А когда Хизер начинает видеть этот нимб, у нее начинает сильно болеть голова, так как он навеевает старые воспоминания из прошлой жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ